В Красноярске состоялась торжественная церемония открытия трудового лета студенческих отрядов в нашем регионе. В этом году больше 4000 студентов отправятся трудиться на самые масштабные и значимые стройки России. Движение трудовых отрядов в Красноярском крае возрождено 10 лет назад. С тех пор огромное количество студентов прошли эту школу. Сегодня все они успешные, уверенные люди. Это все на самом деле вклад в экономику страны. И очень важно, что ребята обучаясь в вузах, но летом имеют возможность получить опыт трудовой деятельности в коллективе. Это чрезвычайно важный социальный опыт. Я вот говорил сейчас ребятам, что первое поколение наших стройотрядовцев я сейчас встречаю на краевых стройках. Они работают в вузах, они работают в организациях, предприятиях. И их опыт востребован. Очень активно ребята работают на космодроме Восточный, на объектах в Крыму, южной части России. И для нас в этом году отрадно, что первый строительный отряд будет работать на универсиатском объекте. Ребята будут в количестве 20 человек уже помогать возводить арену, платину-марену. К открытию трудового сезона стройотрядов приурочили и тематический фестиваль рабочих профессий, на котором учащиеся красноярских техникумов демонстрировали свои достижения. Мы решили в рамках нашего мероприятия, в рамках открытия третьего трудового семестра, позвать наших коллег, друзей и среднеспециальных образовательных учреждений. Мы рабочая специальность, у нас рабочие профессии. В общем, мы решили объединить интересы и показать друг другу, что кто может. Также заинтересовать нашу молодежь, которая находится в наших кругах, заинтересовать тем, что показывают наши техникумы. На церемонии открытия побывал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он пообщался со студентами и пожелал молодым людям успехов, нового опыта и ярких впечатлений. Я желаю вам успехов, я желаю вам новых впечатлений, я желаю вам нового опыта, я желаю вам передать вашу молодую, большую энергию нашему будущему, потому что вы все, где бы вы ни работали, создаете что-то новое. Вперед! Успехов, благополучия и счастья вам! Бойцы будут работать на объектах крупных промышленных предприятий, в детских образовательно-оздоровительных учреждениях и медицинских организациях. А многие примут участие в строительстве объектов универсиады. Дина Володина, Денис Тимошенко, Новости.